Комсомол Комсомол Отец почетного консула Республики Казахстан в Краснодарском крае Виталия Махначева в 1943 году приписал себе в военкомате один год. Стал танкистом, командиром отделения. В бою на АТ-34 атаковал тяжело бронированную самоходку «Фердинанд». Наш танк легче, но он не мог пробить в лобовую бровь. Надо сбоку было зайти. Было быстро все, как в кино, долго. В жизни все быстро. По окончании заклинило орудие у нас. И тогда отец принял решение идти на таран. Башню развернули, и весь экипаж поддержал его. И они пошли, в общем-то, ранили этот немецкий «Фердинанд», завалили его. Потом была рука башни. В мирное время комсомольцы осваивали целину, строили БАМ, живя не в самых комфортных условиях. Многие называют советское время как минимум неоднозначным. Вместе с тем, у тех, кто интересуется, всегда есть возможность взять книгу и почитать, составив свое личное мнение о том, что двигало фактически их сверстниками и о чем они мечтали. Александр Ребека при техническом содействии в Центральной библиотеке города-курорта.